Всем привет! Не мог оставить эту работу без вашего внимания. Это генератор, как видите. И во время снятия шкива был поврежден заход резьбы. Думаю, видно хорошо. Раньше была детская передача, очмевая ручка. Вот здесь такие же ручки постарались. То есть отверстие всё в хлам. Пробовал напильником, но толку вот этого тоже нету. Деформирован заход. Разбирать тоже его не хочется. Поэтому попробую установить этот генератор на станок без разборки и прорезать заход, поправить. Думаю, всё должно получиться. Полноценный централ установить генератор возможности нет, поэтому я буду использовать вот такой вот питак. Зажимаю его с упором в кулачки. Генератор задней крышкой прижимаю к этому питаку и центром. И сейчас попробую выровнять, что из этого получится, не знаю. Генератор задней крышкой прижимаем. Генератор задней крышкой прижимаем. Ну всё, больше я уже не точнее не выставлюсь. В принципе мне нужно поправить только заход, на всю длину резьбу я не буду прорезать. Резьба дюймовая, 5 восьмых, 18 ниток. Вот, в принципе, всё работает. Генератор задней крышкой. Генератор задней крышкой. Генератор задней крышкой. Продолжение следует... Каждый раз шаг проверять надо. Все, от маточной гайки выключаю. И щеткой. Сейчас посмотрим. Так, гайку. Да, все нормально. Все нормально. То есть, в принципе, все получилось. Прорезал я только... Заход. Первые три нитки. Остальное профиль резьбы я не трогал. Кстати, пока этот генератор поправлял, еще один привезли. Но это все производство. Это я не колыблю. Ну все, гайку-то здесь оставляю. То есть, вот еще один. Но здесь просто забой. То есть, возможно, обойдется даже снятием фаски. Центровочное отверстие обычное. А тот генератор предыдущий, там центровочное отверстие как такового нету. Там под шестигранный ключ отверстие. Все, сейчас это так же поставлю. Наверное. Ага. Так, этот, наверное, мертвый. Корпус расколотый. Ну все, ладно. Это, как говорится, уже другая история. И думаю, уже отношения не имеет. То есть, в принципе, вариант, когда поправить заход резьбы, и он рабочий. Все, всем спасибо.